я вас приветствую дорогие друзья так вейсбук собирает аудиторию так вот пи николай маргарин лоббалт вот пиленка шуцепович тамбур вячеслав или что калорашу кишинау так вот как и шином удар милого роста так вижу бельца на связи щебельский очень активно подключается приятно так ребят минутку ждем наших друзей с разных уголков земного шара вижу активно народ подключается судя по счетчику фейсбуке так вряд ли лафлореш целут так и говорю бонзарь вижу с бельц привет игорь игорь есть кстати просьба я там вижу ваши перепалки реплики которые вы даете этому мини плохишу из госканцелярии маху просто потерять его оставьте этого дурно пахнущего товарища пусть там пишет что хочет пусть он пишет там любой бред я читал я очередной сегодня статью ты скидывал там про чайники железную дорогу на маху больной человек пусть усатый предоставит фотографии как я грузил чайники на железную дорогу какие-то миллиардные суммы назвать 15 миллиардов у меня такого оборота не было за 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 десять лет в ржд и пусть он пишет все что угодно значит когда надо будет если кто-то из бельчан поверит в этот бред я выйду с бумагами цифрами цифрами объясню и так далее понимать вот и вся ситуация описать там то что там дом я не строил потому что горбунцов сказал что солнце скамахи мне его подарил этих дебилов не надо слушать значит на моей странице опубликован очень хороший очень хорошая статья как в течение последних лет сайты горбунцова краем раша уже краем молдовы у него там есть краем литва и так далее которые пытаются помогают плохишу сделать мне там имидж представителя русской мафии и так далее ну послушайте увидели что мы делали как мы делали сегодня за год подписаны договора о сотрудничестве и про боротьевский западным округом москвы с нижним новгородом с пушкинским районом санкт-петербург вы видели официальные встречи которые были вы увидите те которые будут сейчас сразу же после выходных в январе мы идем вперед а эти тузики пустя вкуп понимать то есть это дворняжка во дворе плохотнюка и в приюте для животных которые мы берцах обязательно построим найдем место и маху я думаю к тому времени плохотнюк его выкинет я как коля маргарин скрил маху он был на маху крепкий и моя бага щелева пенцигарь к тюля где марганцовка секретарь ждет это его фумязок тюна чеку марганцовка шапаю режьте скри маху онлайн так вижу начальницу еву тимуш начальница молдавской эстрады привет девочка давно не видели знаю чтобы в москве к сожалению не получилось видеться следующий раз удовольствием встречусь вот вот такая ситуация значит ну а теперь значит вижу привет из садинцова испании италии соединенных штатов ребят очень приятно вот к анти меру спасибо ребят за теплые слова вижу очень много положительных комментариев значит значит давайте по порядку какое-то время не был онлайн значит занимался определенными делами плюс сейчас значит официально нахожусь в отпуске хотя тот же маху и прочие плохишевцы недовольны тем что этом подписывал какие-то документы находясь в москве что я находясь командировки подписал какие-то документы когда нахожусь командировки нахожусь на работе на работе понятно не сегодня ищут все возможно невозможно для того чтобы в январе начать процедуру моей отставки у них там есть масса планов основной план у них это значит сегодня как вы понимаете значит бельский муниципальный совет должен лишать меня мандата примара значит сейчас плохишевцы должны там парламенте нахимичить и хотят передать право аннулирование моего мандата цирку то есть цирк будет аннулировать мандат значит хочу посмотреть как это у них получится потому что у меня и дальше будут официальные командировки буду продолжать работать значит и то что я из-за плохотнюка и его бандитского режима не нахожусь сегодня в стране если они это все через парламент проведут и цик лишит меня мандата примара ну пока я чувствую я знаю что нужен бельчанам значит я буду продолжать бороться значит и уверен что бельчане меня поддержит хотите вернуть маху этих всех проходенцев город значит это будет решение бельчан и тут будут решать люди тут не буду решать ни я ни маху значит на тему на тему бельц значит хочу сказать всем что бельце у нас является в очередной раз столицей новогодняя столица молдова значит будет очень красивая программа праздничный салют в 12.00 онлайн буду я вместе с бельчанами теми кто будет на площади и с гостями которые приедут в бельце я знаю что приедут очень многие потому что будут мега мероприятия в новогоднюю ночь значит как и в прошлом году значит я буду оплачивать из своих средств значит транспорт значит 22.00 до 6 утра троллейбусы в бельцах будут работать значит троллейбусное управление будет работать в обычном режиме то есть всю ночь будет транспорт и транспорт будет бесплатный с 22 часов вечера до 6 утра для того чтобы те кто не хотят находиться дома в 12.00 новогоднюю ночь хотя бы вместе с нами на площади бельц значит приходите я буду очень рад если у вас будет новогоднюю ночь именно хорошее настроение сегодняшний онлайн так как мы находимся в преддверии праздника европейцы уже рождество отпраздновали нас ждут новогодние праздники это новый год и рождество которое я всё таки празднула с детства я в арену но я уважаю всех людей в нашей стране кто-то празднует по новому силе кто-то празднуют по кто-то празднуют по кто-то празднует по-новому, кто-то празднует по-старому. Значит, я хочу поздравить сейчас бельскую баскетбольную команду, бельский баскетбольный клуб «Баска», который впервые в истории Бельц стали обладателем Кубка Молдовы по баскетболу. В этом году вы знаете, что бельцы стали впервые обладателем Кубка Молдовы по футболу, сейчас по баскетболу. Я поздравляю всех ребят. Я сейчас уже говорил с одним из наших советников. Я поддерживал финансовый бельский клуб в течение этого года. Я вижу на сегодняшний день результат. Сейчас, кстати, прорываться. Алло. Алло. Не, я по баскетболу уже все понял. Слушай, я сейчас в лайфе. Давай попозже наберусь. Значит, окей. Значит, я поддерживал финансово бельский клуб. Значит, денег у нас в бюджете на это не было. Я поддерживал и своих средств. Значит, та же ситуация, в принципе, как и с футболом. Поэтому, ребят, я поздравляю вас. Поздравляю болельщиков. Поздравляю весь тренерский состав. Значит, сложно. Сложное время живем. Знаю, что всем тяжело. Но эту победу вы должны достойно отметить. Поэтому призовой фонд для бельской команды, для бельского клуба «Баска». Значит, 200 тысяч лей. Я завтра передам эти деньги. Значит, кто-то долетит в ближайшие дни до Кишинева. И в бельцах в новогоднюю ночь вас красиво поздравят. Тем более, что будут все бельцы. Поэтому, если команда будет находиться дома, вы можете праздновать с родственниками дома в 12.00. 12.30. 12.00. Ну, я имею в виду 0 часов 30 минут. То есть, уже 1 января 2017 года. Начать год с хороших новостей. Можете прийти с женами, с детьми. Вас достойно, красиво поздравят на сцене. Передадут детям сладости. Папам за победу передадут приз 200 тысяч лей. Поэтому, ребят, жду, что будете продолжать в том же духе. Значит, я благодарен вам. Я видел интервью сегодня, когда один из игроков посчитал, что я являюсь самым спортивным маром. Спасибо. К сожалению, не был профессиональным спортсменом, как вы. Но я рад, что в Бельцах у нас спорт развивается. И мы за год достигли серьезных результатов. Вот. девушка, не девушка, молодой человек пробивается. Евгений Димов. Почему в Кишиневе такая левая елка? Потому что Киртуак левый. Вернее, политически он косит под право, а на самом деле он левый. Вот и вся ситуация. Вот. Значит, вот такая ситуация. Значит, про транспорт в новогоднюю ночь в Бельцах я сказал. Поэтому, ребят, кто приедет в других районов, если негде будут парковаться в центре города, потому что я знаю, что очень многие приезжают с районов. Имейте в виду, что транспорт бесплатно будет работать всю ночь. В ночь 31 на 1 января. Значит, наши активисты в Бельцах, наши советники, значит, то, что касается положивых людей, которым тяжело и так далее, чтобы не было этих продовольственных пакетов и так далее, значит, 1 по 8 января бесплатно столовая на площади там же, где в прошлом году люди знают, поэтому пожалуйста, возьмите под контроль и чтобы там было все правильно организовано. Я хочу поблагодарить Ивану Асаяну, который в прошлом году занимался этой столовой, значит, и, так понимаю, будут в этом году этим заниматься. Поэтому, ребят, есть люди, которым очень тяжело, которые не могут себе позволить купить то, что что-то поесть элементарно, поэтому с первой по восьмой, я думаю, что это правильная затея. По поводу всех спекуляций, которые там распространяются, что один победит и станет мэром, потому что он друг президента, второй премьера и так далее, значит, ребят, бельчане решат. Значит, я всегда выступал за политику конкретных дел, и, несмотря на то, что нахожусь из-за этого же бандитского режима в изгнании, значит, я продолжаю делать то, что я могу. Люди дадут оценку моей деятельности. Мнение подонков меня не интересует, особенно тех, которые кукарекуют, понимаете, в госканцелярии с утра до вечера. Вот, тут спрашиваю, до дона поздравлю. Да, поздравлял в субботу, в субботу говорил с Игорем по телефону, поздравил, сейчас мне уже скинули сюжет на на ПРО-ТВ, Ларина спросила Игоря Дадона, говорит, кума муцемиспиусатый, воту ли лору фосди чесиви. Да, были наши, наши голоса были решающими. Игорь Дадон очень много заявил касаемо ареста активистов нашей партии. Значит, Ларина его спрашивает, говорит, до кума сворбит куусатый на телефон келдору инкаутари. Да, Дадон и распунет, внутри и распунет на телефон. Игорь, Дадон он цележит перфект, чине, кумш, пентруче, десенат ачас досар пеналу. Ши, Игорь Дадон, каш, держат тос, че тесен димолдова, он цележит, чине, антрадива, ракомница, честь о Крыме, шашки, тему, реактивен партия, Дадон, лупши, денти, скрисворить, шажалу, бенасы, мэй, скринны, луи, дар, треба, с реакцией, неизм. Значит, в одной из телепередач, Дадон, как бы, сказал, что это политическое дело. Ну, посмотрим, что он будет, что он будет делать дальше. Будет в Москве, встретимся, переговорим. У нас были определенные разговоры с ним. Перед вторым туром и перед первым туром мы обсуждали. Значит, я объяснил свое политическое решение на тот момент, решение нашей партии, а дальше Игорь либо себя проявит, либо он себя похоронит, и он четко понимает. И там Пларена Бокзе его спрашивает, а Салмутсу Митсу Пиусату Куврофункти, даст ли мне Дадон какую-то должность? Мне, во-первых, давать ничего не надо, что надо, мы сами заберем. Но Игорь Дадон сказал, что не против какой-то должности для меня в президентуре. Вы знаете, я думаю, что моя трудовая деятельность все-таки будет строиться на том, что я буду бороться только с режимом Плохотнюка. Вот Игорь Николаевич, я с пропенсией, социалкой и так далее. Дадон не бьет Плохотнюка, буду заниматься я. Можно внесить должность внештатного главного хирурга в администрации президента Молдавии, я буду главным хирургом, который вырежет вот эту раковую опухоль под названием Плохотнюк в Молдавии, и рано затянется, и как бы люди в стране будут жить по-другому. Потому что сегодня говорить про экономику, да, у нас очень много проблем. Но сегодня я посмотрел новость на блокноте, где Игорь Дадон провел встречу с премьером Павелом Филиппом, где они обсудили, что будет правительству, что будет президентом. Павел Филиппа, как незаконно избранного премьера и давшего присягу по секрету в помощь, нужно было за ухо вытащить из резиденции и туда его вообще не пускать. Или дать ему флажок какой-то подержать на входе. Вы понимаете? Поэтому значит я иногда делаю паузу, я просто читаю ваши вопросы, потому что лента очень быстро поднимается, я стараюсь не пропустить важный вопрос. тут пишут, что Плохотнюк уже стал председателем ДПМ. Ну и будем получать с него, как с официального лица. Значит, Дадону слабо назначит вас послом Молдовы в России. После всего того цирка, что я увидел, как после второго тура, да, когда уже были объявлены результаты, как Дадона лишили всего, его лишили даже охраны. Значит, Федеральная служба охраны, значит, ФСО это в России, в Молдове это Сервичево, Депаза, значит, они из-под президента убрали СИП, они убрали контору, они забрали охрану. Они сегодня сделают все, чтобы Дадон мог только ездить на международные встречи, раздавал медали. Поэтому тут нужна какая-то жесткая позиция. Я предлагал Дадону, я с ним разговаривал по телефону, когда Тимофтьев утвердил Харунжина и так далее, я ему сказал, Игорь, ну, ну, ты, пару серьезных протестов, и вообще хочу сказать, что у меня были определенные переговоры по телефону с представителями некоторых оппозиционных партий, и все, как бы, пришли к тому, что нужно объединить и правых, и левых, и дать реально серьезный бой против конкретного режима Плохотнюка. Ребят, не надо сейчас распространяться и кидаться. лимба настры, лимба настры, лимба вастры, он драпел, саудову драпели. Миша гимпу, сдущий сары, пуни скарал, пуни напой, бенек, но козуде пускарыш, но сущид готов, он салезет, макараста, кто-то, аштептам, сапару, штиридидидженоса. Момент, как есть и семнатая република Молдова аккорду, диасочерик, уе, ши есть, ну, дар пеклодиря пшединсей, есть и драпел, улуе. Са семнат, ну, сам он трябачит, а че они. Никто не спросил людей, хотят люди подписания этого соглашения с евросоюзами или нет. Значит, это шайка-лейка. Сделала так, как она хотела, не спросив людей. И сегодня правильнее провести, Игорь Дадон обещал референдум по денонсации соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Значит, если бы был проведен референдум и по результатам референдума люди не хотят дальше видеть европейский путь развития Молдавии с плохишами во главе, с украденным миллиардом, бандитскими министерствами, коррумпированными, ручными прокурорами, полицейскими и так далее. Значит, они голосуют против, после этого, значит, можно что-то делать. А когда, значит, Игорь Дадон сегодня заявляет у арены бокса, что вот должен секретаря Совбеза, вот они, как бы вот в пятницу, в тот день, когда была инаугурация, вступил в силу в закон о генеральном, о секретаре Совбеза, о секретаре Совбеза. Значит, что секретарем Совбеза не может быть человек, который 10 лет, в течение последних 10 лет занимался политической деятельностью или составом в той или иной партии. Значит, тут Игорь говорит, что как бы, ну, они так решили, будем подбирать кандидата по закону. Если Игорь Дадон будет руководить страной, ссылаясь на законы, которые принимают большинство Плохотнюка, это ни к чему хорошему не приведет. Значит, сегодня и так Плохотнюк, чтобы уйти от отставки, Дадон же четко сказал, что он не будет выдвигать кандидатуру Плохотнюка, к примеру, и любую кандидатуру от большинства. Я вам расскажу, какой план у Плохиша. У Плохиша план очень простой. Значит, они будут сейчас выбивать всех министров ГИМПу. Они доведут количество министров до того, количество, которое должно быть согласно реформе правительства, для того, чтобы не подавало полностью в отставку все правительство Филиппа, потому что в этом случае они начнут кричать, что Дадон обязан кандидатуру большинства выдвинуть. Дадон понимает, что выдвигая эту кандидатуру большинства, он хоронит себя как политика, и поэтому он не может на это пойти, и Плохиш сегодня пойдет по теме, что будут выбивать по одному. Очень важно, чтобы социалисты не участвовали в этом шоу, чтобы, потому что сейчас по одному убрать всех, которые мешают Плохотнюку, это будет та же ситуация, когда убрали Стрельца. Да, вроде убрали Стрельца, но сегодня шла бы война между ЛДПМ и Плохотнюком. А так, Плохотнюк сегодня занимается только мной и частично продолжает лупить лидера платформы до Андрея Анастасова. Вы же видите, что они творят. Кому отойдет бизнес Плохиша, когда с ним будет покончено? Геннадий Тудащук спрашивает. Значит, кому отойдет? Отойдет народ. Ребят, сегодня те политики, которые хотят занять ту или иную должность для того, чтобы в Стрельском съее тревка для Плохотнюк своей Алту. Нет. Все эти схемы, которые существуют, те, которые были обнародованы и те, которые не обнародованы сегодня. Я в прошлый раз чуть ошибся, сказал, что компания Металлфироз контролирует бизнес по контрабанде мяса. Извините, оговорился тогда. Металлфироз, люди из Металлфироз контролируют сегодня всю контрабанду спирта в стране. Я маленько тогда заговорился. все надо отнимать и тогда бюджет у нас будет совсем другой. Не будет дефицита 4 миллиарда лей. Бюджет в первый же год, поверьте мне, все будут платить налоги нормально. и бюджет, поверьте мне, что в первый же год увеличится на 40-50%. Только за счет того, что отнимем у всех этих негодяев то, что они украли. Потому что они там благотворительностью занимаются. Шор у нас меценат, магазины открывают по стране. Украли у вас деньги и возвращают вам сегодня батонами, кукурузой, солеными огурцами и килькой в томатном соусе. Плохотнюк у нас меценат. Да, я сегодня мэр города Бельца, трачу деньги, которые я привожу в страну. Значит, порядка миллиона долларов задекларировал только налисим на таможне в прошлом году. Очень много денег пришло по перечислению значит, на через мой фонд. Значит, я сегодня для того, чтобы в Бельцах был порядок, трачу деньги из своего кармана. Понимаете? Деньги, которые декларирую, за которые плачу налоги. Нет, они украли и людям возвращают килькой томатными томатной килькой и дешевым хлебом. Прикольно. Вот. Значит, ребят, значит, по теме политики, реформы и так далее поговорим. В другой раз значит, я веду определенный проект. Значит, очень был сегодня потрясен появившаяся информация в СМИ была информация о том, что деньги, как-то связанные с делом Магнитского, как-то проходили через Молдову. Ну, что-то вот слышал, задавал себе тоже вопросы, кто за этим стоял и так далее, но ситуация сегодня прояснилась, причем серьезно. Ну, давайте проведем этот год. Вы видите, столько трагедий. Год был сложный, год был очень грязный. Погибло в терактах в разных странах мира огромное количество людей, да, Франция, Германия, в Сирии погибают люди, погибают на юго-востоке Украины. Значит, авиакатастрофа вчерашняя, просто ужасная, да, значит, ночью читаю умирает Джордж Майкл. Мне понравился очень комментарий в Ньюс Майкере, когда очень хочется, чтобы этот старый год быстрее прошел, потому что на самом деле год был сложный, год потрясений, огромное количество репрессий в нашу сторону, но были положительные моменты, ребят. Мы сплотились, мы дружили, мы протестовали всей страной. Вы все поняли, кто есть кто, и кого реально Плохотнюк сегодня боится больше всего в стране. Вы четко понимаете, что он сегодня отдаст все для того, чтобы любой ценой меня уничтожить. Украсть, расстрелять, взорвать, выкупить, на все, что угодно пойдет. Но Плохишовским политикам, в отличие от тех, которые вы видите в парламенте, о некоторых за пределами парламента, я не буду. Значит, для меня слишком дорого то, что я начал, и самое дорогое, что у меня есть, это ваше доверие, ваша любовь, понимаете. Поэтому сегодня променять это там на что-то, знаете, всю жизнь буду бороться в изгнании, но там, кстати, некоторые мечтают, и некоторые очень серьезные руководители, первые лица говорят о том, что там усатый в Молдову, усатый в Молдову, значит, неизвестно, когда вернется и может вообще никогда не вернется. Ребят, я вернусь и обязательно вернусь победителем. Но сегодня нам нужно понять, значит, Николай Хачко наш находится дома по домашнему лесу. Очень хочу и надеюсь, что дома окажется Феликс Гринку, потому что его ждут жена и дети. И сегодня, когда выдумывается, чиняет эти уголовные дела, Плохотнюк, будь. Я знал Плохотнюка, как человека слова в бизнесе, да, много лет назад. Сегодня он уже стал частью этого молдавского путанизма политического, понимаете. Я отказался ей стать, поэтому, собственно говоря, я сегодня в розыске. Но Плохотнюк, воюй со мной. Не воюй с женами, с детьми моих соратников, моих наших активистов. Уничтожайте уже дальше у меня. Хотите забрать жизнь, попробуйте, заберите. Но на людьми перестаньте издеваться. Я просто, реально надо попросить адвокатов, чтобы публиковали все эти дела. Значит, как там Гринку пять лет назад меньше потратил бетона, чем заявил. Это в его компании. Он работал, не работал на государстве. Сегодня сегодня уже нашли Фина Гринку, Сенуку, но нашу Молдова с Мачарта Динкан-Никан. Значит, уже Фина Гринку заставили давать показания, что Феликс кого-то заказал. Короче, нам уже синдикат киллеров всем рисует, понимаете? Значит, меня вы уже видели, что с Прокой Давитяновым создал группировку по отъему Универсалбанка и так далее. Луни на маме лора. Понимаете? Вот, поэтому есть то, чтобы они там они же сидят расшифровывают. Что я сказал? Ага, у Саты сказал про это в Румынии, сейчас там копнем. Горбунцов этот выходит. Журналистское расследование проводит. Вы понимаете, сайт Горбунцова. Край Молдова или Край Мраши любого мира. Эти сайты принадлежат ему. И заметьте, что это единственный сайт. Откройте компромат. Другие сайты, которые реально выкрадывают часто какие-то компроматы на тех или иных политиков, общественных деятелей и так далее. Найдите хоть на одном сайте, кроме Горбунцовского, что Ренат Усат и Солнцевский бандиты и так далее. Можно увидеть это на публике и на сайтах Горбунцова, с которых публика берет это. Понимаете, человек, который в розыске по 5-6 уголовным делам, они делают им прямые включения. Горбунцов нет, нет. Усатый врет, он не сотрудничал с англичанами, румынами, я бы знал про это. Кто будет этому мошеннику Горбунцову докладывать, что, где делают спецслужбы Великобритании, Румынии, Российской Федерации и тем более, что я делаю. Горбунцов считает, что он бы знал. Горбунцов строит из себя много лет, он пытается, что вот русские его хотели заказать, он там много знал и так далее, и так далее. Хотели бы русские поймать Горбунцова уже бы давно этот вот привязали бы его к скутеру и катали его по Гидигичу туда-назад, чтобы он хотя бы вес потерял, понимаете? Так. Вот тут него баналь уже усатый, вернется, бойся гнева терпеливых. Хорошо сказано. Понимаете, это они прекрасно понимают, значит, они прекрасно понимают, что так просто я им не дамся. Там есть у нас, знаете, чем отличаюсь от других политиков в Маловске, я об этом уже один раз написал, что у нас на месте львы, которые выходят, критикуют режим Плохотнюка, львы прям выходят, такие-то вот. А я предпочитаю быть волком в политике, потому что волк, в отличие от льва, никогда не выступает в цирке. Найдите хоть раз где-нибудь в интернете, где волк выступает в цирке. Медведь ездит на велосипеде, лев может бросать, ловить кольца или подбрасывать их там и так далее. Но вы никогда не увидите волка. Поэтому в цирке меня точно никогда не никогда не будет. с детьми в цирк можно, поэтому нет, в политике нет. Вот, значит, про Магнитского, Горбунсурова и так далее. Продолжим. После праздников есть что сказать, есть что показать. Значит, суд у меня завтра, не, послезавтра. Значит, будут рассматривать то, что связано с возбуждением дела по Универсалбанку и убийства Горбунсова. Значит, я очень трудно думал. А вот мне раскрыли дело дурлежского маньяка. хотя я же с Дану на эту тему тоже когда-то помогал. И помню даже ситуацию, как я определил в каком магазине и какие именно патроны покупал этот маньяк, который расстреливал этих молодых ребят. И вот оно не раскрыто. А я думаю, как это до сих пор не вышел Кавкалюк с Виарелом Морарь. И не заявили, например, что это Мацеповичем на пару, понимаете. А Феликс Гримку стоял на дороге, грел машину и так далее. Ребят, значит, это на самом деле трагедия, шутить нельзя. Но вы понимаете, когда я вижу этот Морарз, который последовательно идет. Как Горбунсова меня обвинял в 14-м году в убийстве. Так подождите, в 14-м согласно версии молдавских прокуроров и полицейских. Помните, мы с Цеповичем даже, оказывается, готовили покушение на Кавкалюка. Помните, фотошоп, фейсбук, вайбер, левые аккаунты сделали, где я пишу там, как будто я пишу Коле. Коля, давай убьем Кавкалюка. Цепович мне отговаривал. Нет, давай не сейчас, давай через три дня. И так далее. Понимаете, вот по этой ситуации они это самое. Значит, вот тут Владимир Гуленок пишет. Лупу обиделся, ведь он считает, что волк он. Проблема в том, что волк на самом деле переводится лупу, да, но вот не знаю, в Молдовии как-то больше все привыкли, что везде написано за лупу. Понимаете? Там, слитно или раздельно, не важно, но как-то к этому привыкли. Поэтому тут не совсем подходит. Ренат, что вы будете делать после победы над Плохотником? Ребят, я буду в политике ровно столько, сколько вы в этом будете нуждаться. И как Плохотнюк говорит, выведу страну из кризиса и потом там идут. Какого кризиса? Он грабил страну, эти же деньги сегодня раздает людям и пытается что-то в стране разрулить. Я буду в политике столько, сколько нужен вам. мне очень жаль, что сегодня как-то все забыли, многие забыли, как Плохотнюк устроил эту комбинацию с возрастом президента. 40 лет ему минимально должно быть, а не 35, так как это было до 2000 года. Вы понимаете, что ситуация могла быть другой. Сегодня он должен уничтожить того, кто реально боится. И поэтому сегодня он занимается. После победы над Плохотнюком мы построим новую Молдову. Я хочу видеть в стране людей, которые не стесняются говорить на том языке, на котором он говорит с детства со своими родителями. Я хочу, я понимаю, во всех странах есть какая-то миграция, люди уезжают на заработки, но не так, чтобы на заработки уезжала вся страна, чтобы у плохиша появилась возможность шором хлопнуть в банки очередные там 10, 20, 50 миллионов долларов. Понимаете? Вы верите, что плохиш сядет? Это я гарантирую. Вот. Поэтому вот тут пишут, победы над плохотняком не будет. Ребят, падали режимы посерьезнее плохишевского. Упадет и наш. Просто те и создавали американцы, и они же уничтожали, а тут американцы создали режим плохотнюка, а я этот режим похороню и устрою с вами тусовку на миллион человек. Вот как это будет. Почему ни в каких заявлениях Дадон ничего не говорит о плохишей, я не слышал. Не хочет президент беспокоить Владимир Георгиевич. Ну что вы. Вот. Кэттем восстал плохишенькис. Вадичиди псевадичиди анжудикат. Ну макосыл жудичи ну жудикатори луи дебузна. Вот а жудичи жудикатори алеш депопор. Значит и кстати вот пока мы тут все равно вернулись к этой политической мелодраме. Я знаю что советники Владимира Плохотнюка дословно с ударениями интонациями передают ему все то что о нем говорит тот или иной политик или там общественный деятель. Значит Плохотнюк Владимир Георгиевич перестаньте издеваться над моими людьми. Это просьба человека который претендует быть главным хирургом. Не делайте так что биохирургом стал быстрее чем это запланировано. Потому что вам придется всем стать косметологами. А со своей работой хирурга поверьте я справлюсь. Так Ренат вот добрые вопросы Кирилл Катона скорее Ренат нем гасит миряса в ряос эти яв где на наш чес поем Кирилл а еще вем доу проблеме примак нам на наше оди капен в тени к сун сен гур шадова проблема к на нашу не розы с оди к дак строжим вонут пила Москва пен субурбей ше дак свин фэрэн наше свин сингур путем дискута вори дак вы мало дин наше а вец ше на наше пент румяне оди к и скрыцем при вас и дискутам ламосква один партия наш лазвий вуду судя по рейке николай табаранов спрашивает дамой хочется конечно хочется ребят когда я вижу фотографии наши многие районные активы празднуют наступающий новый год рождество как вы как вы считаете как я могу чувствовать себя да я живу в москве в своем доме здесь все окей с точки зрения безопасности да хожу на охоту потому что последние годы возможности было там всего там несколько да сейчас за это время какое-то количество раз ездил на охоту но вы понимаете я готов отдать все для того чтобы быть дома рядом быть рядом с близкими с близкими людьми быть рядом с вами быть рядом с теми кто меня уважает то любит то хочет видеть быть рядом в конце концов новогоднюю ночь с бельчанами с которыми я буду онлайн только в интернете когда собирается в кругу семьи я же могу привезти сюда родителей родственников понимаете то есть ко мне приедут кто-то из наших друзей кто-то из нашего актива после праздников сказали прилетят родители но одно дело собраться там пусть в не очень большой гостиной да но в которой есть праздничная атмосфера энергетика близких людей и это поверьте стоит дороговость потому что сегодня праздновать любой праздник вдалеке от родины не важно это день рождения новый год рождество пасха у меня в Москве очень много друзей в Москве очень много наших соотечественников я встречаю постоянно то есть как вы понимаете в любом ресторане магазине там где есть граждане Молдова они все подходят и я чувствую эту теплоту эту энергию но нужно возвращаться сейчас посмотрим Плохотнюк готовит игру по моей отставке Володя Витюк хвастается Огтавян Маху вернее Маху хвастаются со слов Витюка так будет правильно сказал значит Витюка я знаю много лет с ним не было каких-либо конфликтных ситуаций в Бельцах я и им помогал Маху тогда еще шестерил где-то там по периметру значит сегодня этот просто вообще потерял и нюх и страх читал в газете объявления что можно вернуть и нюх и страх любому человеку страх возвращать не собираюсь а нюх подкорректировать я думаю что найду специалистов клиники той или иной клиники Москвы так и украинцы которые которые будут принимать страды как украинцы Пламене не видит, что в последние годы только пожаром в журе моего. Ба не сходят в належище, ба аресты, перкизиция, а Москва, Москва. Но, я хочу сказать, что это было очень хорошо, но это очень хорошо. Пишет здесь человек, партия без вас слабеет. Слухи. Да, я понимаю, что отражается мое отсутствие, в том числе на положении дел, да, некоторых. Я очень серьезно включусь в работу с 1 января. Поверьте, то, что касается наведения порядка в наших первичных организациях и вообще наведения порядка в партии по стране, значит, ребят, приходите с идеями, вступайте. Партия – это живой организм, который должен состоять из десятков, сотен, тысяч клеток. Каждый член партии – это клеточка, которая должна приносить ту или иную пользу, понимаете. Вам это надо? Значит, все будет мощно, красиво и прикольно. Мы не платим, мы не платили никогда деньги за протесты. Мы никогда не раздавали пакеты, не дурили людей, как это делают другие товарищи. Поэтому время покажет. Ну, значит, ребят. Есть некоторые вопросы смешные, я даже не могу. Вот тут вопрос. Ты хоть услышал, что сказал батька Лукашенко своим? Про то, что сказал своим, идите воруйте. Но решите вопрос, да, слышал. Александр Григорьевич – один из самых талантливых политиков на всем земном шаре. Человек, я являюсь кумиром Лукашенко, очень многому у него учились. Но мне в Молдавии будет легче. Я не буду говорить чиновникам «иди ворой», потому что отнять все награбленное у плохиша и у его режима, нам, мы решим проблемы и в социальной сфере, и в экономической, появятся деньги на заводы и так далее. То есть у нас есть у кого забрать награбленное и вернуть. Вот Нилу Баналь пишет. Партия была, есть и будут. Бегут крысы или те, кто нам не нужен. Колен казаку. К носа се линештя с кабалакче. Ири ты по пору. Та цей паще скрил, шпатиш, спорбязкиш, шпатиш. И дабла хиж воду уфоеш. Ес, славик балакчиду паса. Ай, ой, ой. Оф. Кудомно Настас ценит слегаторе. Елтут дурешт, мут, солдя, жоспе лохиш. Да, борбинку Андрея Настас. Шо сви корект с завьемом фронт. Диаста Кумун. У него не как он деце свяжет с резьему Плохотнюк. Шалей зерантипати. Фэры, демесия лауну, демесия ладоя, демесия ла патру. Лемба романы, уника остапэны, лемба молдовняска. Там шьёпози, сын молдаван, урбес лемба молдовняска. Псенчекари, спонкнуя до роман. Бальсхадис, не унемс, не ламурен, куридим и бандит войс. Шадупа астак, не кларивкан. Игорь Гушан пишет. Нам нужна революция в стране. Так все старики говорят. Вот старики говорят, вот что поняла всё молодёжь, это было вообще здорово, Игорь. Значит, ребят, желаю вам хорошего вечера. вас с наступающими праздниками. Плохой год должен уйти. Все, что было хорошее, мы, конечно, должны помнить, но должны всё-таки построить с вами вместе 2017 год, как мы будем строить 2017 год, так как он и пройдёт. За исключением тех ситуаций, на которых может влиять только Всевышний. Но свобода, жизнь наших граждан, будущее наших детей, достойная старость наших родителей, это всё-таки в наших руках. И мы должны за это биться и бороться. Иначе мы просто ничего не стоим и стоить не будем. Я хочу, чтобы мои дети, которые, к сожалению, сегодня не находятся рядом со мной, и те, которые у меня будут, знали, что их отец сделал всё для того, чтобы освободить Молдову от этого бандитского режима. И чем быстрее поймут американцы и прочая пехота, которая поддерживает Плахиша, тем лучше для всех. Я всё делал в рамке закона. Я не нарушал закон, я не допускал кровопролития и так далее. Но они решили поставить меня на колени. Боюсь, что если будут, если попытаются меня держать на коленях за счёт моих людей и так далее, что, боюсь, пройдёт короткое время, и говорю сейчас на полном серьёзе, они причмокивать будут так, что боюсь, что у них даже треснут щёки. Поэтому пусть их подкачают. Всем хорошего вечера, вас люблю. Почим тот, Касам Венчим, Вае Беск.